С Надеждой Вячеславовной выехали шлюзом, хотели полюбоваться природой, шлюзами. Ну, вру, конечно. Люди написали нам о том, что, как всегда, здесь какая-то беда. А какая у нас беда? Ну, у нас же год экологии-то прошел. Какой год сейчас, Надь? И культуры там? Педагогов и наставников. А, педагогов и наставников. Так что можно гадить. Продолжая древнюю мудрость Александра Соловьева, можно делать свалки везде, где можно, где хочется. Вот прекрасный шлюзовой канал. Вот берег, тут все люди знают, пляжик вот слева от меня. А это что такое? Это что за берега укрепления? Чего? Здесь бетонные плиты шлюзовые. А вы знаете, что это такое? Вот эта вся красота, свезенная сюда на берег. Вот этот хлам из Евробеги, вот эти драны, вот вон они лежат. И вон там, видите, это просто камер не передают. Они сейчас дойду туда, давайте пойдем. Вот эта вся новая свалка. Вперемешку тут все. Расчистили себе место эти деревья, порубили. Грейдером видаться, фронтальником. Вот эта куча непонятной бетона. Сейчас мы откроем секрет полишонели, откуда этот бетон. Чтобы никто не косил, потому не говорил, что это я-не я. Ну, красота, рубероид, бетон, отход. Смотрите, горы какие. Захламили весь берег. Смотрите, какие горы. Я вам поднимаю сейчас. И это не единственная куча, мы дальше еще там видели. Так, загадки. Пока идет ролик, пишем в комментариях, что это за супер стройматериал. Такой бетон советский. А, да, бордюрчики. Надежда Вячеслава заметила. Видите, какие бордюры старые, советские. Красота. Пойдемте дальше. Вот мы расстались с теми кучами, вон вы видите, да, на берегу. Вот здесь они тут себя отсыпали. Четко, чтобы Камазом поудобнее было ездить, вывозить все это шлакобестие. Идем дальше. Вот шлюзы. Вот уже прямо пришли к шлюзовому мосту. Вот они здесь сыпали, чтобы им удобно было проезжать. Видать, это еще было грязновато. Не хотелось на дорогу, наверное, грязь вывозить. Потому что Роман Викторович Бусаргин сказал, должна быть культура строительства. Вот они и насыпали. О, еще красавчики. А что везем? Ух ты мой хороший. Балавтодор? С комбината? А вы что везете? Бетон битый. А что вы сюда везете? Ну, шлюз, если площадку сделают. Ну, хватит, какая площадка у них бетонная. Вы же мусор отсыпаете. Это кто дал распоряжение? Ну, шлюзы. Со шлюзов я выехал. А бетон-то откуда? Спарка? Нет, со шлюзов. Откуда у них работ нет? Да, там, раз, быстро работает. Сломайся. Ну, вот. Очередная машина с бетоном поехала. И что я вам говорил? А, да. Вон там кусочки. И вон еще одна куча. Видите? Вон она. Сейчас вам приближу. Вот. И вот сейчас нам водитель говорит, что это со шлюзов возит. Захламляют. Ну, водитель, понятно, дали задание возит. Ну, так это тоже неправильно отношение. Вот лэп. Вон бетон. Короче, все ждут. Вот я не знаю, для чего все это делается. Это вот какой-то, знаете, когда дома убираешься, берешь под ковер мусор. Загреб и всех обманул. Когда ты маленький, тебе родители заставили убираться. Вот такое ощущение, что у нас подрядчики, там, администрация и все прочее. Все сидят на своих кабинетах на жопе ровно. Никто даже не знает, что происходит в городе. Столбы ставят не с той стороны, потом перепутали, что там газ. Здесь мусор навезли. Если бы Соловьева тогда с этой свалкой смешники и активисты не стали пытать, сейчас бы так все это было. А сейчас прокуратура вынесла там сколько-то миллионов. Там несколько сотен миллионов о рекультивации этой свалки. Откуда они возьмутся? Из наших налогов, естественно. Вот и здесь то же самое. Пока на жопе сидеть ровно в кабинете, ничего ты не увидишь и не узнаешь. Зато у нас и экологические там отделы в Комбинае, ВДХБ есть и еще что-то. А по факту они ходят только сопли за нами. Подбирай тут и все. Поговорили сейчас с мужиками, здесь работает на шлюзах. Они говорят, да, это подрядка войска. Что-то бетонные работы делают какие-то, вывозят туда. Я спросил, я говорю, зачем вывозят? Они говорят, ну потом кто-то увезет оттуда, они ответили. Этот бетон. Я говорю, а кто? Ну, ответ я сейчас не могу повторить. Он так, да, половой орган знает. В общем, это бой, это отход. Плюс арбироид там вся чушь, в общем. И все это, я думаю, что половина вся эта грязь останется там. Как всегда по традиции. А потом следующие все сейчас будут дуть щечки. Ой, а кто это сделал, как в знаменитом сериале «Наша Раша». И никто ничего не сделал. Будет штрафчик кому-нибудь. И все так и будет валяться. Как эта пыль газоочистки до сих пор в промзоне нашей.